Те из вас, кто, превозмогая сон, внимательно смотрит ночами программу А, обратили внимание, видимо, на то, что главные события в жизни отечественных поп- и рок-музыкантов происходят в Московском Доме культуры имени Горбунова, в обиходе Горбушка. Так вот, спешим вас заверить, филиалом Горбушки на Южном Урале является Дворец культуры строителей имени Мамина Сибиряка в Магнитогорске. Не верите? Вот вам авторитетнейшее свидетельство. Очень похоже, очень похоже по публике, по обстановке и в принципе, если это будет филиал Горбушки, филиал Горбушки будет во всех городах, это в кайф. С организатором, с Леней Сголицем, мы примерно год созванивались. Я его не видел ни разу. Ну вот, по звонкам я почувствовал, что у человека идет какой-то драйв. То есть, вот что-то идет. И поднять, в общем, такую махину по меркам, ну, в общем, такого города, это очень сложно. Я просто по Москве знаю. К мнению авторитета мы еще вернемся. А пока подробнее о сути происходящего. Три дня Магнитка принимала у себя межрегиональный фестиваль рок-поп-музыки, арт-платформа 96. 4 мая уже упомянутая программа А сделала подробный репортаж с фестиваля. И к этому можно добавить лишь то, что съемки для москвичей обеспечил оператор-видеоинженер Челябинской телерай-компании Алексей Челекин. И поскольку Москва уже выстрелила, наша задача несколько упростилась. Вместо предполагаемых музыкальных трансляций и видеонаблюдений за гонкой лидеров в трех номинациях – арт-дебют, арт-лига и арт-мастер – несколько интервью с главными действующими лицами фестиваля. Я оценки ставлю очень объективно. И пусть не обижаются, вот в прошлом году был Лишипай вместе с Системой, когда они состязались, и когда Система проиграла, и на меня обрушилась, ну, будем так говорить, большая часть поклонников Системы, мол, они же все равно лучше играли. Я говорю, извините, ребята, есть какой-то критерий, по которым нужно судить. Во-первых, Лишипай – русскоязычный коллектив, а Система – англоязычный. Ну, для тебя что главный критерий? Для меня его величество – музыка. Мелодичность? Точно. Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, свыше 10 городов Челябинской области, включая областной центр – это география фестиваля, плюс Башкирия и Казахстан. Повод для удивления Никите Михалкову в роли «Незнаки космонавта» был подарен бы бесплатно. Кто знает, кроме засекреченных атомщиков, такие города, как Снежинск, Озерск или, к примеру, Бубаху. А между тем, именно здесь живут классные музыканты. Только что мне Юрушин сообщил, что культурный и спортивный центр области перемещается в Магнитогорск. С твоей помощью? Да, и с его тоже, кстати. Ну, что, нормально. Чего добиваетесь, ребят? Ну, как, самостийности, Большой Магнитогорской регионщины, все как положено. Да нет, музыки просто элементарно. Сепаратизмом попахивает, ребят. Нет, не сепаратизмом, а муз-фестивалем, однако. Нет, все же просто. У нас город автономный, говорит, сам по себе. Мы люди скромные, мы не областные центры. У нас больших хуралов официальных не проводится. Поэтому больше возможностей для неофициальных хуралов. То есть больших вот таких вот мероприятий, тусовок. Ну, вообще все как-то проще магнитки. Ну, что тебе объясняют? Ты сам Магнитогорец, знаешь, что это такое. Ну, тогда чем объяснить вот это вот скромный Оренбург и великолепная осадка? Это часть только Оренбурга. Очень небольшая часть. Мы еще не слышали сегодняшних оренбургских других музыкантов. И мы еще не слышали эксцесс лауреатов дебюта прошлого года. Это еще солидно. Дело в том, что очень разные варианты. То есть кто-то играет рок, повторяя там пошлачей, опыт простую гитару. Кто-то вот делает сейчас джаз-рок, как вот сейчас работала осадка. Кто-то пробует с кларнетом, как наш Магнитогорец, такой вальяжно придуманную модель. Кто-то будет давать трэша. С текстами умными. С умными, кстати, текстами. Ну, разные. Тексты вообще сейчас глупые почти не встречаются. Кстати, это время прошло. Вот по тексту могу сказать... Готов спорить. Ну, нет. Или тебе везет? Нет. Андрей, в неофициальной эстраде, в неофициальном роке, популярной музыке, это точно. В официальной, ну, там другое проблема. Ну, слава богу, все флаги в гости снова к нам. Я тебя оторвал от работы в жюри. Поехали работать дальше. Ну, не просто все флаги, а с каждым годом все больше. В прошлом году четыре области было, сегодня одиннадцать. И уровень групп, я бы тебе сказал, не снижается. А вот это здорово. Несколько групп телевидения работали на фестивале одновременно. Тюменцы, щеголяя цифровой видеоаппаратурой, снимали не только своих землюков, но и прочую иногороднюю попсу и рок-музыкантов. Нам же, глядящим на сцену глазами радушных хозяев, все казалось, что не на том месте салонка, скатерть помята или не наточены ножи. Но, как выяснилось, зря волновались, наточены. Очень многие вещи совершаются действительно в провинции, в глубинке, на востоке. Как это ни странно. Дальше Подмосковье, да? Да, гораздо. То есть Москва в этом смысле город немножко зажравшийся. Город, в котором, если что-то происходит, то это не очень интересно. А вот какая-то жизнь, как мне кажется, ну свет с востока. И поэтому вот сейчас вот одна из наших задач – это ездить по регионам и смотреть, что происходит. И вот то, что мы здесь вижу, то есть несмотря на там все накладки, там все проблемы, которые есть, все-таки очень большое и колоссальное дело, потому что собрать группы с вот такого большого региона, все это сбить, показать. Ну, сделать так, чтобы что живет, это, считаю, большая работа. Тем более, что, конечно, опять-таки, не Москва, нет такой инфраструктуры, нет таких денег. Все-таки что-то получается. Что-то такое вот… Начинается какая-то жизнь. И многие музыканты, не только роковые, скажем, джазовые, говорят, что вот это ваш регион, Южный Урал, очень благодатный. Я удивляюсь, вот, скажем, Магнитогор, там, Новокузнецк, там, ну, Свердловск, понятно. То есть очень много музыкантов просто сюда приезжает, с удовольствием играет, потом приезжают в Москву и говорят, что такой аудиторий, такой публик, как здесь, мы не видели. Это касается приема артистов. А обратная связь? Обратный ход? Обратный ход – это деньги. Обратный ход – это деньги. Потому что дать ход артистам, обратный ход или какой, могут только деньги. Может же только серьезная инфраструктура, может только шоу-бизнес, а он расположен в Москве и практически самозамкнут в себе. Поэтому мы можем помочь, вот, скажем, ну, там, программа может помочь, но сделать артисту какую-то такую мощную раскрутку так, чтобы он пошел после этого, мы не в состоянии. Для этого нужно писать альбом, то есть записываться на студии, писать альбом, выпускать, там, снимать клипы, запихивать его во все программы и так далее, и так далее. А это уже, это уже немножко не наша задача. То есть вы не волшебники, только учитесь, да? Нет, мы не волшебники, мы можем немножко помочь.